Десять песен атомных городов стал частью глобального проекта музыканта и продюсера Тимура Ведерникова «Музыка вместе», аналога знаменитого «Playing for Change», придуманного в США с целью объединить музыкантов во всем мире. Идея этого проекта проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Проект был задуман на десятилетие госкорпорации «Росатом». В этом году он получил неожиданное продолжение. Для меня было вообще большим сюрпризом, что будет продолжение проекта, потому что, мне кажется, в прошлом году мы так здорово все сделали, это имело такой яркий отклик и вообще все получилось замечательно, что лучше сделать довольно-таки сложно. Но судьба и руководство «Росатома» распорядились иначе, и мы делаем второй сезон. В этом году организаторы решили найти новые лица, поэтому в основном состав участников проекта будет состоять из дебютантов. Репертуар – это старые, хорошо знакомые песни, полюбившиеся россиянам. Например, «Бременские музыканты» или «Аллилуйя любви», но исполненные необычно в новом прочтении. В одной песне могут соседствовать абсолютно разные жанры, редкий случай, когда эклектика становится уместной. Каждый исполнитель привнес в песню свою манеру, тепло и атмосферу своего города. Именно это делает проект особенно уникальным. Это классный опыт, пообщаться с профессионалами, поучаствовать в таком проекте музыкальном – это здорово. Нужно чаще участвовать в таких конкурсах, потому что ты открываешься по полной, ты знакомишься с новыми интересными людьми, и мне очень не нравится. Но не только участники проекта в восторге от процесса. Наш город тоже произвел впечатление на гостей. Надо еще поискать города, где так безопасно. На самом деле, во-первых, как Тимур обычно говорит, вот я бы хотел, чтобы мои дети росли в таком городе, потому что абсолютно видно, что в этом смысле все хорошо. А что касается природы и экологии, опять же, надо поискать еще в России города с такой красотой, с такой природой. 21 город атомной отрасли, более 500 исполнителей в возрасте от 4 до 92 лет. Три месяца съемок и более 100 часов отснятого видеоматериала – все это проект «10 песен атомных городов». Съемочная группа работает ударными темпами, ведь на каждый город у них отведено всего два дня. Стараются не упустить ни минуты, съемки проходят даже на закате. Идея вечерней съемки вообще сама нам по себе показалась очень интересной. И самое приятное, что я думаю, во всем проекте ни у одной команды не будет вечерней съемки. А у нас она была, солнце было прекрасное, ветер, вообще бриз такой козырный. Ну, я считаю, что получится отлично. Для некоторых песни, которые они исполняют в проекте – это мечта детства. Я эту песню обожаю с детства. Всю жизнь мечтала попасть на «Юноную авось», попала на один из последних спектаклей, где играл Караченцев. И просто счастлива, что мы взяли в коллективе, пели эту песню. И то, что проект посчастливилось, что они тоже взяли эту песню в проекте. Поэтому я вот прям полностью удовлетворена и довольно счастлива. Результатом этой огромной работы станут 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах. Все записи делаются вживую. Собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны. Каждый из участников этого виртуального совместного творчества привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видеоклипы, показывающие, как, несмотря на все культурные, национальные и религиозные отличия, музыка способна объединить людей и нести мир и любовь.